приветствую вас друзья иван из копейска челябинской области прислал два образца свежего и масла свежей отработки вот такая посылка надежно упакована сразу и не поддается так масло это у нас mobile 1 вот пожалуйста фотографии от ивана 0 в 40 1 2 это из именно именно из этой банки проба свежего так по штрих-коду это производство бельгии сейчас я вас этикетку разворот этикеткой и увеличу штрих-код так я посмотрел в приборе зашито данные есть такое масло mobile 1 040 от производителя так вот видите штрих-код это бельгия и вот разворот этикетки но правда здесь и бельгия и финляндия сделано но финляндии видимые полиграфию делали так значит в базе данных я выбираю этот образец достаточно старенький но тем не менее интересно будет сравнить этот mobile 1 сделанный производителем эталон и mobile 1 который продается через представительство в челябинске иван использует в автомобиле рено меган 3 12 года 2 литра механика значит масло ему поставляет его друг как он сказал который работает в официальном представительстве в челябинске интервал смены у ивана 10 тысяч пробег 50 на 50 трасса город на данном масле вот отработка он проехал 6 планет тысяч километров давайте посмотрим и сравним образцы если небольшая разница то в принципе можно будет отталкиваться от образца который создал производитель хотя прошло достаточно времени рецептура могла измениться но в любом случае посмотрим так прибор закончил и что мы видим обалдеть по присадкам 108 но обращать внимание на повышенную уже такую критическую сульфацию сульфация это соединение серы щелочное 8 и 8 для класса а3b4 да похоже но что это такое непонятно это свежем масле сульфация откуда там серы я сначала подумал что может быть это масло делают в россии и используют нашу нефтью юралс марки она более сернистая для производства базы но этикетки говорят нам что масло произведено в европе и поставлена через официального представителя так вот я здесь переводик сделала что такое сульфация от чего она образуется можете остановить почитать способствует видите образованию лака осадка повышает вязкость все это основа сера непонятно что такое значит решил я создать из этого свежего масла сейчас новый образец чтобы хотя бы с ним сравнить отработку странная непонятная ситуация сейчас вот прибор опять проверял чистоту и в данном случае проверяет основу чтобы она не повлиял на результаты измерений калибруется так сказать я пока еще раз перемешаю масло так все калибровка закончена прибор готов о чем он нам и сообщает закладываю несколько капель в данном случае прибор не знает что мы на него закладываем мы закладываем это как жидкость ведь он даже нам сейчас не будет предлагать варианта из типов масел и конкретную марку анализирует все он проверил основу и мы прямо запускаем процесс получения спектрограммы но сейчас посмотрим с учетом такой высокой сульфации может сказать пограничные уже какому типу масел он отнесет данную жидкость ну и может быть какие-то конкретные пересечения но вряд ли конечно с тем образцом который закладывал производитель потому что очень уж сильно отличается так вот он прибор ищет соответствие со спектрограммами из базы разные масла от авиационных турбинных судовых все 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 проверяется так здесь я и о чудеса невозможно найти подходящее соответствие я вот он переводик тут приложил то есть прибор не может ли квалифицировать классифицировать извините данную жидкость как какой-то из типов масел насколько я понимаю значит щелочное там есть вроде как это и моторное масло но высокая сульфация не позволяет его отнести к классу моторных и тут как бы противоречие минимум два параметра щелочь и сульфация противоречит друг друга не позволяя отнести ни к одному из классов поздравляю похоже mobile может запатентовать новый тип масел шутка сейчас я дополнительно сравню классифицировать пытался я два раза просто я не стал включать второй раз с одним и тем же результатом сейчас прибор опять проверит основу и я заложу образец отработки сравнив его с базы данных прибора так вот я опять выбираю моторные масла выбираю mobile 1040 и посмотрим что у нас будет так это я называю иван использована и так чтобы в дальнейшем если потребуется можно было бы этот анализ просмотреть оценить и прочее совершенно непонятная ситуация может быть это какой-то брак заводской если что-то напутали серы если это европейское если через представительство ну я даже не знаю как это комментировать вот я вам покажу 6500 отработка вот такого цвета достаточно светленькая он два варианта или это какой-то смесь но как она попала в представительство или это все-таки какой-то производственный брак что прибор даже классифицировать эту жидкость не может такое впервые такого никогда не видел и не было уже достаточно много проверял образцов но такое впервые очень непонятные результаты поделитесь мыслями кто кто что думает было бы интересно так значит процесс анализа завершён и сейчас мы посмотрим что отработка в сравнении с эталонным от производителя из базы данных так вот видим до сульфация еще несколько выросла и сработанные щелочную видимо все-таки даже щелочное ускоренными темпами сработалось до видно присадки нормально 62 процентов еще в принципе есть запас но щелочное уже сработалось его но я гляжу тут и нитрация высокое и окисление они еще пока не перешли границу но такие результаты это не очень симпатичные скажем так странное масло и масло ли это не знаю такие результаты получились делитесь мнениями может быть коллективно мы что-нибудь придумаем этому объяснение разумное благодарю всех за просмотр все кто не подписался милости просим подписывайтесь будет еще интересные ролики и благодарю всех еще раз за просмотр всем желаю удачи и пока